МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажите, пожалуйста, о том, как компания строит свой бизнес и в каком окружении работает. Хорошо. Компания Киви действительно занимает сейчас лидирующие позиции на рынке электронных платежей. Основными направлениями нашего бизнеса являются платежи при помощи электронных кошельков и платежи с использованием электронных терминалов. На данный момент у нас насчитывается больше 16 миллионов пользователей кошелька и пользователей, использующих терминальную сеть, у нас порядка 70 миллионов. Тем самым мы готовы показывать показатели выручки до 50 миллиардов рублей в месяц. Тем самым действительно, как мы считаем, мы достигаем устойчивой лидирующей позиции на рынке в России и странах СНГ. Денис, а это не будет коммерческой тайной сказать о том, какая комиссия, какая доля в этой выручке является доходом непосредственно вашей компании, то, что остается у вас, а не транслируется дальше в банки, ну, собственно, по назначению? Я не хотел бы комментировать эту ситуацию впрямую. Тем не менее, все наши партнеры, с кем мы устанавливаем деловые отношения, вправе опираясь на наши публичные комиссионные ставки, которые можно найти на сайте kiwi.com, мы также имеем возможность обговаривать условия сотрудничества с нашими партнерами с тем, чтобы это сотрудничество действительно было взаимовыгодно. Как интересно получается, когда ты платишь деньги через терминал, то в выписке все по-честному указывается, сколько денег составляет комиссия. Ну, есть правила корпоративные, мы их уважаем. Нет, значит, нет. Я надеюсь на то, что компания будет и дальше расти, и развиваться такими же быстрыми темпами, как это происходит сейчас. Скажите, а насколько, вот за счет чего вы сохраняете эти лидирующие позиции, о которых вы сказали? Вот чем вы выгодно отличаетесь от других компаний, от конкурентов, которые, наверное, тоже есть на этом рынке? Безусловно. Пожалуй, наверное, главным девизом нашей компании является тот факт, что мы предоставляем нашим клиентам сервис для тех людей, которые ценят время. Мы делаем основной акцент на удобстве нашего сервиса. Наш сервис известен. Действительно, пожалуй, каждый человек в России знает, что такое Kiwi. Мы гарантируем удобство и безопасность платежей, совершенных при помощи нашей платежной системы. Тем самым, действительно, мы сохраняем устойчивые позиции на этом рынке. Мы стараемся с каждым днем делать наш сервис все лучше и привлекать новых клиентов с своими положительными качествами. Спасибо большое. Вот теперь, исходя из вашего ответа, мы можем потихоньку перейти к теме нашей программы. Собственно, программа, поскольку называется «Безопасный бизнес», и вы говорите, что одно из ключевых преимуществ ваших – это безопасные платежи, которые вы гарантируете. Скажите, пожалуйста, вот насколько часто приходится сталкиваться с хакерскими атаками, быть может, с таргетированными атаками, о которых очень много в последнее время говорят? И чем, наверное, обеспечивается безопасность платежей, в первую очередь, что очень важно для пользователей? Конечно. Вы абсолютно правы. Нам действительно критически важно сохранять доверие наших пользователей к нашему сервису. Поэтому, когда мы говорим о безопасности платежей, совершенных при помощи Киви, мы, естественно, говорим о том, что мы действительно проделываем огромную работу для того, чтобы сделать наш сервис действительно безопасным. Каждый день наш сервис, наши платежные шлюзы подвергаются попыткам хакерских атак, в том числе атаки вида отказа в обслуживании. Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Денис, я прошу прощения, перебью. Скажите, пожалуйста, а вы можете установить или устанавливаете ли вы источники подобного рода атак? То есть откуда они исходят? В территории нашей с вами родины или откуда-то из других мест, из других локаций? Вы знаете, достаточно сложно назвать какие-то приоритетные направления для этих атак. Так, безусловно, они могут исходить решительно откуда угодно, тем более, используя технологии сокрытия IP-адреса, атакующие могут выдать себя за локацию совершенно любой точки мира. Поэтому определить приоритетное направление вряд ли возможно. Мы понимаем, что на нашей земле очень много талантливых соотечественников, которые пытаются нанести ущерб нашему сервису, но мы делаем все возможное для того, чтобы эти попытки оказались неудачными. А когда вы говорите о том, что все возможное, опять же, вот насколько я понимаю, есть некоторый набор классических средств систем, которые все-таки достаточно эффективны и есть на текущий момент. И, наверное, есть какие-то вещи, которые вы используете, о которых мало кто знает на рынке. Я бы хотел попросить вас остановиться немножко на том, какого рода традиционные системы вы используете сейчас, если об этом можно говорить, не вдаваясь глубоко в детали. И во второй части рассказать немножко о том, какого рода уникальные наработки есть у вас, потому что я надеюсь, что они могут быть интересными, ну, к примеру, нашим слушателям тоже. Хорошо. Если мы говорим о… В первую очередь я хочу отметить, что, конечно, важен комплексный подход. То есть, как вы понимаете, серебряные пули не существуют, да, и поэтому действительно для того, чтобы обеспечить эффективное управление информационной безопасностью и вообще безопасностью сервиса как такового, необходимо смотреть на этот вопрос комплексно и решать его также комплексно. Критически важно, это, безусловно, наличие хорошей команды, людей, которые верят в то, что они делают, и делают свою работу не на 5, а даже на 10 с плюсом. У нас такая команда есть, мы очень рады тому, что эти люди работают в нашей компании, это действительно лучшие люди, и мы гордимся тем, что они с нами. Поэтому человеческие ресурсы – это, безусловно, один из важнейших аспектов в этом. Если мы говорим о технологических средствах обеспечения безопасности, то, конечно, важно иметь системы, которые традиционны для любой финансовой организации, такие как система предотвращения вторжений, система аудита и мониторинга, система выявления утечек и, безусловно, антивирусные средства. Но все это само по себе не может обеспечить должного уровня информационной безопасности. Я еще раз, Денис, перебью вас. То, что вы назвали эти системы, они существуют на рынке, они присутствуют, они известны. Вопрос, который хотел спросить, задать на фоне вашего рассказа о профессиональной команде. Безусловно, люди решают все в нашем мире. Это главный и самый ценный ресурс. Вот те задачи, о которых вы сказали, вы решаете полностью своими силами или используете подрядчиков по каким-то направлениям? Подрядчиков, я имею в виду те, кто, быть может, эксплуатирует ваши системы в режиме… оказывает вам сервисные услуги, как аутсорсеры, вот что-то похожее. Расскажите, пожалуйста. Мы стараемся такого рода услугами не пользоваться. Мы опираемся в первую очередь на собственную экспертизу. При этом мы достаточно часто используем средства подобного рода компаний, когда мы хотим убедиться в том, что то, что мы делаем, правильно и эффективно. То есть для этого мы привлекаем аккредитованные организации, сертифицированных аудиторов, для того, чтобы действительно оценить то, чем мы занимаемся и иметь независимую оценку качества, выполненные нами работы. Денис, я хотел бы вернуться к вопросу, перейти к вопросу о том, какого рода интересные наработки, которыми вы можете поделиться с нашими зрителями, быть может, кому-то это будет интересно, в области, например, борьбы с мошенничеством, потому что это целая индустрия, которая сейчас набирает обороты. — Возможно, есть какие-то ноу-хау, которые идут уже много со временем или даже их опережают? — Вы знаете, я не готов назвать этот подход действительно ноу-хау, потому что ноу-хау — это какой-то коммерческий секрет, которыми мы, конечно же, не захотим делиться с широкой аудиторией. Тем не менее, на наш взгляд, залог успеха — это действительно сплав информационной безопасности и антифрода. У нас есть решение и первой, и второй категории. Соответственно, мы делаем большой акцент на совместной работе двух команд для того, чтобы информация, которая поступает из одного источника, немедленно передавалась в другой. Как пример можно привести, наверное, следующую ситуацию. Предположим, что мы видим какой-то лавинообразный поток запросов к нашему сайту, то бишь платежному шлюзу, который приводит к большому количеству успешных авторизаций для платежей наших клиентов. Это может быть красным флажком для нашей системы противодействия мошенничеству. Поэтому команда антифрода с этой ситуацией разберется и немедленно передаст ее в информационную безопасность для исследования. А сколько времени нужно на принятие решения о том, что вы начинаете заниматься какими-то событиями? Реагирование на события должно быть молниеносным. В нашем случае этот период составляет не более 15 минут, потому что, как вы понимаете, за 15 минут успешный атакующий может сделать что-то, но не так много, как ему, конечно, хотелось бы. Обработав эту информацию, мы немедленно принимаем решение, например, о том, что необходимо блокировать получателя средств или блокировать какой-то функционал системы или конкретного кошелька. Все зависит от конкретной ситуации и от тех способов совершения мошеннических действий, которые нам уже известны, либо которые мы можем моделировать в реальном режиме при помощи нашей системы. Денис, спасибо большое. Это очень интересно. Но поподробнее я попрошу вас рассказать о том, как эффективно взаимодействует ваша команда и на какие непосредственно сигналы обращает внимание сразу после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. Напоминаю, что с вами в эфире передача «Безопасный бизнес» и ее ведущие Сергей Шостобитов и Ирина Задонская. А я напоминаю, что у нас в гостях Денис Персанов, корпоративный риск-менеджер группы компаний «Киви». Денис, мы остановились на том, что есть высокопрофессиональная команда, есть полный комплект, набор технических средств, технологий, которые сейчас стоят на страже безопасности электронных кошельков, на страже безопасности клиентов. Но жизнь не стоит на месте, и с каждым годом появляются новые и новые угрозы. Скажите, вот какие тренды вы видите и на что нужно обращать внимание? Скажу так. Мы действительно заметили, что традиционный криминальный бизнес изменил полностью подходы к взлому счетов благополучных владельцев. Например, бизнес в части криминальной продажи услуг по взлому, услуг по атакам на отказ в обслуживании – это то, что сейчас действительно стало популярным среди мошенников, и они вовсю используют эти инструменты для того, чтобы получить несанкционированный доступ к счетам и деньгам клиентов. Безусловно, акцент переместился на мобильные атаки. Начали создавать вирусы для мобильных приложений и мобильных телефонов. Эти вирусы работают одинаково успешно, что на платформе Apple, iOS, что на платформе Android. Так это или нет? Или есть более защищенные системы? На данный момент со статистической точки зрения чаще ломают Android. Но мы уверены, что эта тенденция может быть переломлена. Существуют вирусы, которые осуществляют jailbreak принудительный для iOS-систем, например. Вы с этим сталкивались уже? Да, мы с этим сталкивались. Соответственно, более того, взломщики пишут вирусы целиком и полностью под конкретную систему и конкретную компанию. К сожалению, с таким мы тоже сталкивались некоторое время назад. Был разработан вирус непосредственно под софт компании Kiwi, и нам пришлось бороться с этой угрозой, которая была, к счастью, успешно локализована и виновной наказана. Это предмет для серьезного расследования. Просто чтобы понимать, наверное, не так много людей, которые знают, что такое, на каких продуктах живете вы, как они функционируют. Собственно, это не только проблема Kiwi, с которой может столкнуться ваша организация, это проблема, с которой сталкиваются любые участники, в том числе и работающие на финансовом рынке. И какие уроки вы сделали на будущее, чтобы не допустить повторения подобных историй? Безусловно, важно, конечно, оперативно реагировать и локализовывать проблему. Наверное, это первый и самый главный шаг, который должна делать каждая финансовая организация, для того, чтобы минимизировать возможные потери. Это то, что касается проактивной реакции на уже случившиеся события. Когда мы говорим о превентивных мероприятиях, здесь важно сказать, конечно же, о защите исходного кода приложений, о полноценном и многоуровневом тестировании платежных приложений, сертификации этих приложений по применимым стандартам, для того, чтобы злоумышленнику было сложнее проникнуть внутрь и сделать, например, вредоносную закладку или дезассемблировать код. Денис, когда вы сказали про стандарты? Да. В первую очередь, наверное, хотелось бы отметить стандарт PCI DSS. Недавно вы заявили о соответствии новой версии 3.0. Как это в первую очередь выражается вашей компанией? О чем это говорит? Это говорит в первую очередь о том, что мы хотим подтвердить свой высокий уровень соответствия требованиям безопасности как в первую очередь для наших клиентов, так и для международных платежных систем и тех контрагентов и регуляторов, с которыми мы взаимодействуем. Для нас PCI DSS – это должный уровень подготовки и должный уровень ответственности в вопросах обеспечения информационной безопасности данных платежных карт. Насколько я понимаю, ваша компания одна из первых, кто подтвердил соответствие стандарту 3.0. Это новая редакция, как уже сказала Ирина. Скажите, это было трудно или не очень для вас? Вы знаете, это было не очень трудно по той простой причине, что мы уделяем большое внимание сохранению тех практик и мер безопасности, которые уже были когда-то созданы для того, чтобы соответствовать требованиям стандарта. Мы поддерживаем процессы обеспечения безопасности в режиме 24 на 7. И это один из наших приоритетов в области безопасности. То есть у вас есть, кроме прочего, еще и дежурная смена, которая контролирует состояние всей системы с точки зрения безопасности в том числе. Абсолютно верно. И это не только требование стандарта, но и требование нашего бизнеса. Мы хотим действительно в круглосуточном режиме иметь возможность отреагировать на любую проблему и решить ее в кратчайшие сроки, чтобы не упустить ничего важного. Денис, сейчас, насколько мне известно, все-таки проблемы с хищениями являются уже не проблемой пользователей, не проблемой держателя карты или держателя кошелька. И это является основной задачей для компании, которая предоставляет подобного рода сервисы. Вот скажите, в вашем случае, наверное, все-таки какие-то хищения случаются. Правил без исключения не бывает. И, как вы сами сказали, серебряной пули не существует. С этим надо смириться, что любая система может быть уязвимой. Все-таки принципиально такое может быть или нет? — Абсолютно верно. Конечно, я хотел бы сказать, что в первую очередь, к сожалению, страдают именно конечные пользователи, потому что именно они становятся жертвами мошенников. К сожалению, люди любят покупать айфоны за тысячу рублей или получать денежные призы на несколько миллионов долларов. — А где они продаются айфоны за тысячу рублей? Я вот не знаю таких мест. — Об этом приходят, например, самосоведомления для пользователя, или поступает звонок. После чего также пользователю проводят краткий инструктаж, что ему нужно сделать для того, чтобы немедленно получить этот выигрыш. Эти действия действительно приводят к тому, что пользователь сообщает свои учетные данные и, к сожалению, становится жертвой мошенников. — Мы в этой ситуации… — Халяву ловят до сих пор, да? Ничего не меняется в этом мире. — Немного кто-то еще на это реагирует. — К сожалению, правда в том, что действительно люди реагируют на подобного рода сообщения и становятся жертвами. Поэтому мы призываем всех наших пользователей и всех, кто собирается стать клиентами Киви, будьте внимательны, берегите свои средства. — Такие сообщения всегда очень красиво, конечно, выглядят. Очень заманчиво. — Вы знаете, хотел спросить вот еще о чем. Когда мы сказали о регулировании, о стандартизации, вы упомянули про стандарт PCI DSS в версии 3.0, и мы знаем, понимаем, что, как, почему. А какие-то другие стандарты или требования являются обязательными для вашего бизнеса? Стандарт Банка России, например. — Ну, как вы знаете, стандарт Банка России не носит обязательный характер. — Он является рекомендацией. — Да, но мы при этом следуем требованиям этого стандарта, потому что внутри группы компаний Киви есть банк, и поэтому мы, конечно, хотим следовать букве регуляции, установленных именно Центральным банком Российской Федерации. — Безусловно, здесь стоит отметить 382 положение, которое является обязательным для всех субъектов национальной платежной системы. Ему, конечно же, мы обязательно следуем. — И в рамках проверок соответствующие подтверждения прилагаются? — Именно так. — Именно так. Интересно. А еще, когда мы проговорили с вами про возможность хищений, не рассматривали ли вы для себя, как компания, играющая, занимающая очень большую долю, на этом рынке, возможности страхования рисков, в частности, информационной безопасности? — Мы рассматривали такую возможность и ведем постоянную работу с представителями страхового сообщества, так как тема эта достаточно нова для российской действительности. Мы, безусловно, сейчас сталкиваемся со сложностями для того, чтобы получить конечные страховые продукты. Но мы работаем над этим и надеемся расширить портфолио своих сервисов в области безопасности также за счет услуг страхования. — Денис, возвращаясь к страхованию рисков. Сейчас ведется активная работа. Видите ли вы какие-то временные промежутки, в течение которых эта работа будет завершена, закончена? Или просто есть декларативно, что есть задача, и мы должны ее решить? Главное качество, а не сроки. — Мы здесь каких-то конкретных сроков для себя не устанавливали. Мы понимаем, что если мы сможем страховать риски безопасности, это будет как альтернативная мера тем средствам и методам, которые мы сейчас используем. Поэтому мы ведем активную работу. Свет в конце туннеля, на наш взгляд, есть, и мы сделаем все возможное для того, чтобы его достигнуть. — Денис, вот уже много лет ваша компания предлагает клиентам услугу виртуальных платежных карт. Расскажите об этом немного. — Действительно, мы предлагаем такой сервис нашим клиентам. Делается это в первую очередь для того, чтобы обезопасить платежи клиента в интернете и не использовать физическую карту там, где действительно ее использование не является необходимым. То есть предложить тем самым удобный сервис нашим клиентам для совершения покупок в интернете. В первую очередь важно добавить, что этот сервис является безопасным, потому что в случае использования виртуальной карты вы не рискуете данными своей реальной платежной карты. — Это некоторые панацеи, да? — В каком-то смысле да, потому что традиционно в России люди не имеют больше, чем 2-3 карты у одного человека и, соответственно, используют физические карты, например, зарплатные, для работы в интернете, тем самым повышая риск компрометации. Таким образом, предлагая виртуальную карту с ограниченным балансом, с лимитом по операциям, с ограниченным сроком жизни, мы даем возможность использовать средства в интернете свободно, не боясь потерять в итоге тех сумм, которые находятся в остатке карты. — То есть пользователь вводит не реальные данные в физическую карту, а именно виртуальную? — Абсолютно верно. — А среди какой аудитории наиболее востребованы подобные карты? — Ну, конечно, в первую очередь это люди из поколения Y, которые любят все новое и высокотехнологичное. То есть этот сервис, он, конечно же, ориентирован на молодую аудиторию, но я готов смело сказать, что охват сервиса очень широк. И те люди, кто действительно обладают необходимым уровнем ответственности и финансовой грамотности, очень часто используют подобный сервис. — Денис, в завершении передачи скажите, пожалуйста, какие советы вы можете дать пользователям вашей платежной системы или любым людям, которые совершают покупки в интернете? — В первую очередь нужно, конечно, ответственно относиться к самому процессу совершения покупок. Не нужно оставлять карточные данные на тех сайтах, которым вы не доверяете. Используйте проверенные механизмы и средства совершения платежей. При этом, конечно, не стоит бояться новых технологий, потому что они направлены на то, чтобы сделать процесс покупок в интернете удобным и приятным. И, главное, безопасным. — Спасибо большое, Денис. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. И напоминаю, что с вами была передача «Безопасный бизнес». Вели ее Сергей Шерстобитов и Ирина Задонская. — И у нас в гостях был Денис Персанов, корпоративный риск-менеджер компании «Киви». — Спасибо большое, Денис. — Спасибо, коллеги. Денис Персанов, корпоративный риск-менеджер компании «Киви». «Киви». Ага-га-га-га episode «Киви». Khalil, Андрей, держи человека avetepause. «Киви».